Если хочешь быть здоров, закаляйся и вовремя обследуйся. Медики настоятельно рекомендуют проходить диспансеризацию. Кто может пройти бесплатное медицинское обследование, в какую больницу обращаться и надо ли платить за дополнительные процедуры, на эти и другие вопросы можно было получить ответы у специалистов. В Министерстве здравоохранения прошла прямая линия по вопросам диспансеризации. Здоровье каждого человека в его руках. И вовремя выявленные болезни чаще всего успешно лечатся. Поэтому важно следить за своим здоровьем и наблюдаться у специалистов. Для этого и проводится диспансеризация населения. Не полениться прийти к доктору, узнать состояние здоровья именно сегодня. В зависимости от пола, в зависимости от возраста определяется тот или иной объем исследований, который проходит данный пациент. Кроме того, после анкетирования выявляются основные факторы риска или основные состояния, которые угрожают пациенту. И в зависимости от того, именно в каком направлении нужно двигаться дальше, выбирается дальнейший план обследования. В основе диспансеризации участково-территориальный принцип. То есть медосмотр можно пройти по месту жительства в ближайшей больнице, если даже человек прописан в другом месте. Нужно только прикрепиться к этой больнице. Это можно сделать, написав заявление. Прикрепление действует на один год. Например, я живу в городе, а прописано в районе. Обычно я в район езжу. А как мне в этом случае получается? Тоже в районе надо будет проходить? В этом случае вы имеете право с полисом медицинского страхования, с полисом обязательного медицинского страхования, прийти в ту лечебную организацию, в зоне обслуживания которого вы фактически проживаете. Также, по словам медиков, лучше, если пациенты будут проходить диспансеризацию, у своего постоянного лечащего врача. Он уже знает историю болезни и индивидуальные особенности. Медосмотр бесплатный, и если врач по его результатам назначит пациенту дополнительное обследование, например, МРТ, за него платить тоже не придется. В республике работают мобильные комплексы. Врачи выезжают в отдаленные районы и деревни. Также людей из населенных пунктов в рамках диспансеризации вывозят для обследования в территориальные центры. Начинают прохождение диспансеризации люди с 21 года каждые три года. То есть в этом году, в 2013 году, подлежат категории населения, которым исполнилось или исполняется в этом году 21 год. То есть получается 21, следующее 24, 27, 30. Диспансеризацию необходимо проходить через каждые три года. Но профилактический медосмотр может пройти любой желающий вне зависимости от возраста. Перечень обследований будет меньше, чем при диспансеризации. Также сейчас идет замена полисов медицинского страхования старого образца на новые. Но в больницу можно обращаться с любым из них. Время обмена старого полиса на новый не ограничено. Татьяна Трофимова, Николай Яковлев, Республика.